МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. В условиях, приближенных к боевым, в Рязань для переподготовки мобилизованных прибыли первые две роты Истамбовской области. Расширяя горизонты, в Рязани стартовал межрегиональный книжный фестиваль «Читающий мир». Эклектика современности. Выставка созвучия в Рязанском художественном музее объединила художников одного поколения. Рязанский учебный центр подготовки Росгвардии, где сейчас обучают мобилизованных, посетил заместитель министра обороны Юнус Бек Евкуров. Вместе с губернатором Павлом Малковым он проверил, как проходят подготовку мобилизованные рязанцы. Огненная штурмовая полоса в учебном центре Росгвардии практически приближена к боевой. Здесь, как и в Сельцах, вовсю идет усиленная подготовка мобилизованных. Причем работу инструкторов Минобороны сами бойцы называют эталонной. Прямо сейчас на полигоне отрабатывают тактику и навыки ведения боя при полном техническом и оружейном оснащении. Все необходимое есть, все выдается. В то же время все равно бывают какие-то вещи, которые, может быть, не входят в стандартный набор, но позволяют дополнительно быт обустроить. По всем таким вопросам мы взаимодействуем напрямую, с частями смотрим, чего не хватает, и правительство Рязанской области обеспечивает необходимые поставки. В том числе здесь помогают и нервнодушные представители бизнеса. Еще раз хочу подчеркнуть, все, что необходимо, все базовые вещи есть, причем и экипировка, и обмунизирование очень высокого качества, и самое современное вооружение. А тем временем в Сельцах мобилизованным устроили встречу с родными. На нее многие приехали целыми семьями, включая детей. Бойцы охотно рассказывали о том, как обустроились, делились впечатлениями от учебы. Тактика, стрельба, все устраивает, вообще отлично подготовка. Физика, все на высшем уровне. Командиры хорошие, добросовестные. Мы стараемся тоже быть хорошими. Дисциплинированными. Поэтому мы им помогаем. И большое спасибо им. Скоро в рязанских учебных центрах пополнения. Истамбовской области на обучение и боевое слаживание отправились первые две роты мобилизованных. Больше ста человек. Рязанское высшее военное десантное командное училище. Люди прибывают в данном учреждении. В соответствии с графиком отправок мы будем проводить предварительно. Сейчас каждый день. Пока военное училище не скажет, что мы их доукомплектовали. Общий срок подготовки может составить до одного месяца. Именно столько надо для того, чтобы уже отслужившие вспомнили боевые навыки. Дальше следующая группа. Всего из Рязанской области в зону СВО уедут около трех тысяч человек. Читающий мир. Межрегиональный фестиваль национальной книги под таким названием стартовал сегодня в Рязани в год культурного наследия. Его направленность обусловлена сохранением культурных традиций всех народов и этнических общностей России. На продвижение книги, чтения национальных литератур и языков. С сегодняшнего дня книг в библиотеке имени Горького стало больше в разы. И теперь, чтобы ознакомиться с художественной или исторической литературой, не нужно проходить в читальные залы. Книги ждут читателей уже в холле. Так стартует традиционный межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир» с книжной выставки-ярмарки ведущих издательств России. Его цели и основные задачи очень созвучны тематическому году. Они направлены на формирование и создание единого культурного пространства страны. Поддержку и продвижение чтения и книги. Продвижение национальных литератур и языков. Формирование положительного образа человека читающего. Фестиваль зародился в далеком 95-м. Тогда выставка-ярмарка прошла впервые и называлась «Издано в Рязани». С 2004 года выставка стала называться «Рязанская книга». За это время прошло 10 таких. А в 2011-м выставка переросла в межрегиональный фестиваль под названием «Региональная книга России». И в те годы участие приняли больше 50 издательств и издающих организаций из 14 регионов Центрального федерального округа. Мы бережно сохраняем эти традиции. Сохраняем их в продолжающемся уже с 1995 года фестивале, тогда книжной выставке-ярмарке, изданной в Рязани. Мы помним имена организаторов этого фестиваля и тогда выставки-ярмарки. И очень рады тому, что сегодняшнее поколение библиотекарей, издателей, организаторов продолжает это святое важное дело по сохранению нашей отечественной литературы, издательского дела и предлагает новые книги, новые проекты современным читателям. Сегодня издательств уже 70 из Тулы, Саратова, Мордовии, Татарстана, Республики Коми. Но особое место занимают работы издательства Донецкой Народной Республики. Они презентуют книги местных авторов «Мариуполь», «Право на правду» и другие. И на подведение итогов конкурса «Книга года», а в списке заявки от 182 изданий, от 63 российских издательств, включая ДНР, книга «Большое открытие страны огня» стала победителем в номинации «Сохранение исторической памяти». Победитель начал свою торжественную речь со слов «Здравствуйте, друзья», но словно осекся, сказал иначе. Здравствуйте, дорогие наши соотечественники. На восемь лет, восемь долгих лет ждали этого момента. Мы не просто ждали, мы работали, мы заявляли о себе. Мы читали, мы писали, мы издавали, мы привозили. Мы дождались этого. И мы это делаем для того, чтобы поколение, которое идет за нами, осталось в них правда, вера, история, которую мы не предаем. И делаем мы это потому, что Донбасс никогда никто не ставит и не поставит на колени. В рамках фестиваля можно будет встретиться с писателем Леонидом Юзефовичем, поэтом Максимом Лаврентьевым, с писателем Иосифом Линдером. В дни фестиваля известный молодой режиссер, актер, сценарист Илья Северов проведет мастер-класс. Кроме того, посетители фестиваля смогут пообщаться и с рязанскими писателями и поэтами. Ольгой Сидоровой, Людмилой Анисаровой, Татьяной Бочаровой, Александром Трушиным, Александром Потаповым, Татьяной Солекиной. Расписание мероприятий есть на сайте Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Партнер программы «День города» и выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Свежие и вкусные морепродукты к вашему столу, да еще и с пользой. До 9 октября в нашем городе. Групповая выставка – явление особое в художественной жизни и нередкое для Рязанского художественного музея. В совместных проектах живописцы объединяются между собой по взаимному интересу, и такое сочетание разных практик, техник и материалов рождает новое восприятие мира. Выставка «Созвучие» в художественном музее о том, как видит мир художник Маргарита Будолева и скульптор Раиса Лысенина. Феномен женского искусства, так ярко заявивший о себе в 20 веке, провозгласил особый взгляд на мир творчества. Взгляд яркий и таинственный, как сама женщина. Не просто добиться признания в жестком, если не жестоком мужском мире, признание, которое зависит от индивидуальных особенностей личности и творческого темперамента мастера, далось авторам этой выставки не случайно. За их плечами десятилетия активной творческой жизни. Казалось бы, художники разных творческих специальностей, скульптор Раиса Лысенина, живописец и график Маргарита Будолева, но, тем не менее, в едином пространстве залов художественного музея выставка, которую мы назвали «Созвучие», действительно очень гармонично звучит. Тем не менее, они несут какой-то вот единый такой, единый культурный код, скажем так, народного искусства, фольклора, каких-то религиозных тем, ну и прежде всего сказки, и вот этого волшебного какого-то ощущения искусства женского, прежде всего. Тема веры, тема духовности, она звучит здесь именно в таком народном воплощении, часто языческом, но это не случайно, это опять же стихи женской души. Живопись Маргариты Будулевой запомнится каждому, кто хоть однажды увидит работы художника. Ощущение сказки, волшебства оставляет след в каждой душе. Раиса Алексеевна Лысенина – известный скульптор, работает в области станковой, монументальной и мемориальной скульптуры. Я очень люблю Маргариту Будулеву, потому что, вы как видите, у нее удивительная живопись. И действительно, вот у меня еще как бы, вот это созвучие, это действительно правда. Я нашла в ней свое что-то родное, а она во мне. И вот одна работа вообще, такое чувство, что как будто я делаю ее только для работ Маргариты Левкоевны. Вот на пути к солнцу. То есть вот эта вертикаль, которая тянется к солнцу с золотом, да? А у нее нет золота. Но они все светятся золотом, понимаете? На выставке представлено более полусотни живописных и около 30 произведений скульптуры. Калейдоскоп образов, техник, настроений созвучен в интересе авторов к темам сказки, театра, фольклора и религии, воплощаемых в народной языческой трактовке. Мы сами удивились, насколько созвучны оказались скульптуры Лысениной, выполнены в разных материалах. Это и камень, и дерево, и металл, и эмаль. То есть она сочетает, казалось бы, несочетаемые природные материалы и получаются удивительные волшебные вещи. И вот тут мир фэнтези, который дает нам живописец Маргарита Будылева, он очень созвучен. Хотя в работах Будылева мы видим классическую технику живописи и, в сущности, реалистические образы. Но они действительно наполнены таким особым чувством прекрасного, чувством радости жизни, волшебства, загадки, что я считаю, что объединить этих авторов просто было необходимо. Конечно, объединение двух художников в одном зале – это скорее веяние времени. Но то, каким образом представлено творчество в пространстве – искусство музейщиков. И рязанцам в этом смысле невероятно повезло. Это все благодаря сотрудникам музея, потому что они творцы произведений наших уже другой апостаси, экспозиции. Это очень профессиональная группа. Во-первых, уже молодежь, у них есть смена. Это большое дело. И девочки очень хорошо прочувствовали пространство, прочувствовали мои работы в пространстве и ряд золотых работ Маргариты Левкоин. В любом случае, посещение этой экспозиции не просто погружает в сказку «Мир волшебства», но и помогает обнаружить внутри себя тонкую, полузабытую связь с истоками, с корнями. Любая выставка звучит о красоте, да. И красота – это то, что приподнимает человека в любом случае, да. Должна приподнимать и должна служить добро. Выставка работает с 6 октября по 27 ноября. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Региональное управление МЧС продолжает публиковать видеорепортажи об истории пожарной охраны в регионе. Ранее мы рассказывали о начале службы в пожарной охране Александра Французова. Ну а что было в Рязани, расскажем далее. Александр Французов вернулся из армии в 80-м. Служил в пожарной охране по городу Москве. После – школа сержантов и высшая инженерная пожарно-техническая школа. С таким богатым опытом за плечами парень, который недавно перешагнул 20-летний порог, вернулся в Рязань. С дальнейшей судьбой даже не определился, говорит Французов. Просто гулял по городу. На улице Стройкова его встретил старший сержант технической службы гарнизона. Предложил работать у себя в техслужбе. Французов со своим боевым опытом тушения крупных пожаров напросился в боевой краул в СВПЧ номер 3. О своих навыках заявил уже на первом дежурстве. Поступил вызов. Горел одноэтажный большой дом на улице Михайловка-Ямке. Как приехали, Александр решился посоветовать своему начальнику, как правильно действовать. Он на меня как-то не отреагировал, но все-таки я настоял, мы поставили трехканомную лестницу и полкрыши было спасено. То есть, не дали полностью выгореть всему дом. И как-то люди стали, может быть, позже даже относиться, прислушиваться к мнению. Потому что я все-таки уволился, замком взвода был и уже имел опыт работы с людьми. Зазнаваться, однако, Александр не стал. Понимал, что самому еще учиться и учиться. Поэтому к советам командиров прислушивался. Да и с командованием повезло. Были ликвидаторы аварии на ЧАЭС, мастера пожарно-прикладного спорта. В общем, спецов с богатым опытом хватало. Спустя два года Александр немного сменил вид деятельности. Стал младшим инспектором государственного пожарного надзора. Зарплата небольшая, говорит, несоизмеримая с ответственностью. Но им двигала не жажда наживы, а энтузиазм. Госпожный надзор принимает объекты уже после того, как закончилось его строительство. А строительство, как правило, не всегда бывает очень идеально. Как только начиналось строительство какого-то объекта, открывалось в Государственном пожарном надзоре, открывалось наблюдательное дело. И оно велось с момента начала стройки до сдачи объекта в эксплуатацию. За любой детский сад, школу, жилой дом, в случае чего, пришлось нести бы ответственность. А тогда только начали достраивать новый микрорайон Рощи, 15-й и 16-й квартал. Продлялся на Южный. Ответственность росла, рос и опыт. Александр Французов решил пойти вверх по службе. Отправился в Подольск на обучение. Вернулся уже младшим лейтенантом. А после серьезные испытания и крупные городские пожары. Рассказ о которой в ведомстве отложили для следующих видеороликов. На этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 3 по 8 октября. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова